Привет, друзья! С вами Сан Саныч, вы на канале Взрослый Разговор, а мы с вами вместе все в Коблево. Коблево находится на границе между Одесской и Николаевской областью. Фактически это первый населенный пункт Николаевской области. И мы сегодня поедем и посмотрим популярное место отдыха, турбазы, так сказать, базы отдыха и пляж в Коблево. Коблево знают все, в первую очередь потому, что здесь прекрасное море, ну и еще здесь делают вино, но это уже совсем другая история. Как попасть на базы отдыха? Вот подъезжая к Коблево, вы видите, есть указатели ограничения скорости, знаки ограничения скорости. Нас предупреждают, что впереди полиция. Нам вот здесь вот нужно занять крайний правый ряд. Включить правый поворот. И вот есть указатель на зону видпочинку. Зона отдыха. Поворачиваем направо. Несколько километров. Мы в одном из самых прекрасных мест на земле. Кстати, пока мы подъезжаем к зоне видпочинку, поддержите это видео лайком. А если вдруг вы еще не мой подписчик, вот здесь внизу под видео есть кнопочка подписаться. Нажмите на эту кнопочку и тогда вы не пропустите ни одного моего видео. Сейчас вторая половина мая 2020 года. За бортом 20 градусов по Цельсию. Я думаю, что я сегодня обязательно намочу ноги в Черном море. В Коблево. Здесь очень много разных развлечений. Здесь есть аквапарк. Здесь есть дискотеки, ночные клубы. Много разных способов отдохнуть. Базы отдыха, турбазы. В общем, это зона видпочинку. Ласка вопрос ему. Если считаешь, что я файно разбавляю украинскую, ставь лайк. Не считаешь, рахуешь. Раньше здесь на въезде была неплохая кормушка для гаишников. Стоял пост почему-то. Не знаю, стоит сейчас или нет. Сейчас, может быть, и не стоит. Но в сезон. Так, вот здесь вот с левой стороны аквапарк. Подготовка еще не ведется. Вот здесь был пост ГАИ. Ну и давайте проедемся. Вначале пару кружков сделаем по самому месту. А потом сходим на море. Так, с левой стороны большой аквапарк. Кто был в этом аквапарке, напишите, пожалуйста, ваши комментарии. Понравилось вам, не понравилось. Какие-то, может быть, советы. На въезде совсем тихо. Поехали вовнутрь. Найдем здесь центр. Там же базарчик. Посмотрим, что там происходит. Ну вот, интересно, смотрите. Строятся чуть ли не высотные дома. Интересно, что это будет, отели или здесь будут продавать квартиры. Строительство ведется полным ходом. Никакого паспорта объекта я не вижу, чтобы посмотреть, что это. Но интересно. Движ есть. Ага, вот есть паспорт объекта. Реконструкция базы отдыха «Восход». Подкурортно-отельный комплекс по проспекту Курортный 11, село Коблево. Ага, здесь будет достаточно такой серьезный курортно-отельный комплекс. Ну, прикольно. Это уже будет что-то современное. Пока тихо. Магазины закрыты. Мы найдем сейчас выход к морю. Покажем вам пляж. Здесь очень хороший пляж. Здесь очень много песка. Здесь хороший берег. Ага, вот еще аквапарк «Орбита». Второй аквапарк, но он не такой большой. И где-то здесь есть базарчик. Сейчас мы его найдем. В Коблево все дороги рано или поздно приведут к базарчику. Вот, собственно, это здесь. Ну, все пока еще закрыто. Ага, супермаркет. Марка работает, да? Ну, или готовится к работе. Готовится. Ну, и смотрите, вот в принципе базар, естественно, еще пустой, потому что некому нечего продавать. На некоторых магазинах висят объявления, требуется продавец. Соответственно, подготовка к сезону идет. Вот где-то там в конце я знаю ночной клуб Бразил. Ага, вот он, хотел. И там же ночной клуб. Ну, как я знаю, мне старшие ребята во дворе рассказывали. А вот и мини-привоз. Те, кто не знают, где привоз в Одессе, вот он там. Ну, а мы протянем немножечко вперед. Серьезные машины тут стоят. И вот здесь запаркуемся. И пойдем погуляем. Вон, где-то ближе к морю подъедем. А, это Кировоград, да? Люди с Кировограда уже приехали на море. Ух, какие волны. Класс. Сейчас мы это поснимаем. Класс, как красиво. Ну что, друзья, прибыли в Коблево. Кроме нас здесь туристов точно нету. Но мы вам покажем Коблево все равно. Вы посмотрите на эти пляжи, на это море. Ну, а когда Коблево откроется, приедете отдыхать. Идемте посмотрим. Друзья, мы вышли к морю. К моему удивлению, тут есть люди. Люди даже лежат, загорают. Ну, смотрите, какой шторм. Слушай, я хочу намочить ноги. Так, пошел я. Пошел я пробовать водичку. Песочек теплый. Ребят, ну я в Коблево сезон открыл, хотя вода холодная, скажу вам честно. Так, а с пальцы сходит. Пойду еще раз, постою, надо привыкнуть. Скажу так, купаться еще рано, но загорать можно, потому что мы подъезжали, температура была 20 градусов по Цельсию. Давайте пойдем прогуляемся по набережной. Я думаю, что вода холодная еще потому что шторм. Прогуляемся по набережной, посмотрим просто на эти красоты, потому что пока здесь рестораны, кафе, все закрыто, нас никто не ждал, мы особо никого не предупреждали, поэтому идемте гулять. Кстати, вот черное колесо, покажите, какая красота. здесь очень шикарная природа, очень красиво здесь. Сюда нужно по-любому приезжать отдыхать. Я думаю, через экран вам должен передаться запах моря, потому что запах здесь просто обалденный. я не буду показывать неготовые отели и рестораны, потому что смотреть здесь особо не на что. Я буду вам показывать море. Хотя топчаны уже стоят, ждут своих туристов. Кому занять топчан, напишите в комментарии. Песок еще никто не чистил. За зиму, конечно, здесь поразмывало пляж, и его нужно приводить в порядок. Друзья, как видите, до сезона не так много времени, но, как мне кажется, Коблево пока еще не готово. Мы были недели две назад и снимали затоку, то в затоке подготовка шла полным ходом. Здесь пока еще, ну так, 7 на 8. Поэтому успеет ли коблевцы к открытию сезона, ну, очень хочется, чтобы успели, потому что хочется сюда приезжать, здесь на самом деле очень круто. Желаю, чтобы Коблево как можно быстрее подготовилась к сезону, и сюда поехали туристы. Если это видео вам понравилось, поддержите его лайком. Если вдруг по какой-то причине вы еще не мой подписчик, вот здесь внизу под видео есть кнопочка подписаться, а рядом с этой кнопочкой есть колокольчик. Нажмите и кнопочку, и колокольчик, и тогда вы не пропустите ни одного моего нового видео. мы уезжаем из Коблево. Хочется пожелать, чтобы Коблево как можно быстрее подготовилась к сезону, чтобы сюда приехали туристы, и все круто отдохнули. Здесь очень классное, крутое место, и здесь очень шикарный климат. Поэтому я хочу пожелать туристам и всем, кто сюда приедет отдыхать, прекрасного отдыха, ну, а предпринимателям, которые здесь ведут свою деятельность, желаю обеспечить этот отдых туристам и получить за это хорошую прибыль. Понравилось видео, и ты хочешь им поделиться? Под видео есть кнопка поделиться. Нажми ее и расшарь по всем соцсетям. Если вдруг ты еще не мой подписчик, то под видео есть кнопочка подписаться. Нажми эту кнопку, а рядом с ней нажми колокольчик, и тогда ты не пропустишь ни одного моего видео. С вами был Сан Саныч, вы были на канале Взрослый Разговор. Пока! Пока!